всем привет с вами руслан сегодня у вас на ремонте телефон фирмы sony модель xa1 проблема не заряжается на зарядку не реагирует разъем болтается вот такой битый но экран сказали не менять но экран у него стоит довольно дорого сейчас поэтому экран не меняем начнем разбирать разбирается очень легко отклеивается задняя крышка даже без сепаратора я уже и отклеил одна проклеена просто по кругу вот так выглядит крышка пластиковая здесь у нас антенна nfc ничего сложного далее выкручиваются нижние винты их у нас здесь 4 штучки больше нету на этом разборка почти закончена далее отключаем аккумуляторную батарею которая у нас без щитков ничем не переключена скорее всего так и вывод это sony ничего не сказать sony у них свои видения на телефоне будем менять разъем так любит не будем менять полностью плату есть платы продажи но они качеством не очень для вас ссылку оставлю на плату мало ли кто ленивый не хочет понять или кому ничем просто поменять плату снимаем нижнюю пластину вот этот вот так она щелкивается здесь у нас динамик и какая-то антенка небольшая далее плата ниже ничем не зафиксировано просто болтается настегиваем таксиальный кабель и межплатный шлейф аккумулятор снимать не надо только отключить его от платы обязательно потому что телефон sony мало чем это может быть опасно sony вообще любят приколы снимать разъем будет с помощью плава розе продается в любом радио магазине такая баночка стоит рублей 150 хватает очень надолго расход очень маленький единственное что говорят очень вредно я не знаю точно нет но говорят да наносим небольшое кристофлюса на заднюю сторону платы возьмем лояльник т12 ссылочка в описании поменяем на нем жало пока что возьмем другое вот такое поменяли жало дождались пока он нагреется нагревается довольно быстро и проплуживаем контакт аккуратно ничего стараясь не избить рядом стоящего у нас там 100 строго щиточек защитный который держит разъем чтобы он не отломился от платы очень правильное решение потому что данные разъемы очень легко отрывается с корнями особенно телефонах samsung которых теряет разъемы распаяны на плате так пропаяли теперь наша задача снять щиточек который стоит там нагреваем и пошел у нас вместе с разъемом к сожалению когда делаем по-другому переворачиваем плату и пропаиваем интерфейсные контакты вот эти чтобы разъем снять вместе с щитком аккуратно не сбив элементы верно стоящие щиточек у нас поддался его убираем он нам еще понадобится теперь снимаем сам разъем вот причина нашей поломки почему не заряжалась вырваны крайние контакты сейчас будем их потихоньку восстанавливать для начала с помощью оплетки и канифоли убираем остатки сплава розе чтобы у нас все было чистенькое а потом уже будем смотреть что у нас с контактами которые оторвались все и Продолжение следует... 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 Пропаяли... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...